МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поддержка родных и друзей, безусловно, важна для каждого, кто выбрал своим призванием служение порядку и закону. Бессонные ночи дежурства и груз ответственности – это та ноша, которую берут на себя люди в погонах. Атаман Северского района Александр Дедов поздравил сотрудников полиции района с праздником от имени главы района и вручил благодарственные письма. Поздравить блюстителей порядка приехали и творческие коллективы района. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Охранять покой граждан – задача не из простых. И те, кто каждый день надевает форму, безусловно, заслуживают уважения. Ведь далеко не каждому под силу выбрать для себя такое призвание. Ситуация с задолженностью по оплате за потребленные энергоресурсы в Северском районе остается сложной. В зале районной администрации обсудили долги за электричество и газ. На сегодняшний день сумма неуплаты за газ составляет 167 миллионов рублей. Основной задолжник – ООО «Тепловые сети». По электроэнергии этот показатель составляет свыше 30 миллионов рублей. Обязательства перед поставщиками энергоресурса должны исполнить ООО «Родник», Тепловые сети, Северский водоканал, Северская и Новодмитриевская ЖКХ, Львовский и Смоленский водоканалы и Северское водоотведение. В ноябре этого года за электроэнергию предприятиями ЖКХ оплачено чуть больше миллиона рублей. Глава района выслушал руководителей организации, имеющих задолженность, и поручил им исправить сложившуюся ситуацию. Правила дорожного движения должны знать все, даже самые маленькие. В школе номер 45 «Станица Северская» прошла увлекательная игра «Светофорик», посвященная профилактике нарушений правил дорожного движения. Перед началом игры ребятам рассказали о необходимости соблюдения правил на дороге. Также школьникам вручили подарки от ГИБДД – цветоотражающие наклейки, которые помогут им стать более заметными в темное время суток. В игре «Светофорик» приняли участие ученики со 2 по 4 класс, всего 120 человек. Ребята прошли 8 увлекательных станций, где продемонстрировали знания дорожных знаков в викторинах, поучаствовали в командных эстафетах и специально организованной полосе препятствий с велосипедом. Игр «Светофорик» проходит в нашей школе ежегодно. Она направлена на закрепление знаний правил дорожного движения, на повышение интереса учащихся к правилам дорожного движения и соблюдение этих правил. Надеемся, наша игра пройдет с пользой, и ребята приобретут новые знания и закрепят старые. Со всеми испытаниями ребята справились на отлично, продемонстрировав не только знания правил дорожного движения, но и внимательность, которая так важна на дороге. В Шанхае проходит первая китайская международная выставка импортных товаров и услуг. Свою продукцию представляют более 3600 компаний из 150 стран. Впервые в Азии дебютирует детище словацких изобретателей «Аэромобиль». Из машины в летательный аппарат он трансформируется за три минуты. «Аэромобиль» работает на электричестве и бензине. Способен взлетать с обычной дороги и полосы с травяным покрытием. Осталось только дождаться, чтобы в европейских и других странах разрешили пользоваться таким транспортом. «Мы уверены, что очень скоро сможем не только производить и продавать такие машины, но и управлять ими во всех странах мира». Среди экспонатов – роскошные яхты, сложные роботы и вертолёты. Эти, например, сделаны американской компанией. Представители компаний надеются на хорошее сотрудничество, несмотря на торговые споры между США и КНР. «Мы решили подписать соглашение после взвешенной оценки, пока никакие пошлины на нас не повлияли. Наша цель – дать доступ в Китай некоторым производственным отраслям США». В выставке также участвуют производители чая, шоколада и другой пищевой продукции. Есть и площадки, которые предлагают различные услуги. Например, здесь рекламируют отдых в тихоокеанской стране Тонго. «Если мы в полной мере воспользуемся всеми этими возможностями, Китай станет не только самым крупным в мире продавцом, но и самым большим покупателем». Организаторы ожидают, что выставку посетят более 150 тысяч человек. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова